О том, какие же изменения ожидают казахстанцев после реформы основного закона страны, сегодня шла речь на встрече депутатов Мажелиса и членов партии Аманат с преподавателями и студентами архитектурно-строительной академии. Группа парламентариев проводит разъяснительную работу в регионах уже около двух недель. Как проходят встречи, расскажет Григорий Беденко. Мажелисмены и партийные активисты Аманат готовятся к предстоящему 5 июня референдуму. Сегодня в Алматы парламентарии отвечали на вопросы преподавателей и студентов Казахской архитектурно-строительной академии. Встреча прошла в необычном формате, на свежем воздухе, рядом с этим учебным заведением. Мы прекрасно понимаем, что очень многие международные эксперты, международные организации на протяжении многих лет причисляли по многим рейтингам, наша страна, к сожалению, относилась к странам с авторитарной моделью управления. Я надеюсь, что вот эти изменения, например, статья 6, пункт 3, что все природные ресурсы, земля и ее недра будут принадлежать народу, это очень важное концептуальное изменение, которое, надеюсь, очень положительно воспримется всем народом. Как отмечает сами парламентарий, в день они проводят по 4-5 встреч с разными категориями населения. Вопросы и предложения также звучат разные. Самое важное, что мы слышим в конце нашей встречи, что это все не должно оставаться на словах. Люди хотят видеть результаты, реальные изменения. Но мы объясняем, что эти результаты, эти изменения не произойдут 6 июня, через день после референдума. К этому должны приходить основательно. По словам мажористмена Мади Ахметова, больше всего людей волнует, как предстоящая реформа отразится на их жизни. И это теперь напрямую зависит от того, насколько активна гражданская позиция каждого казахстанца. Григорий Беденко, Кинжи Амраев, итоги дня Алматы.